МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пора определяться с профессией и поступать. О перспективных специальностях в нашем выпуске. Учить историю интересно и увлекательно, уверены ученики Могилевской школы номер 34. И готовы это доказать. Инженеров будут готовить по-новому. В Белорусско-Российском университете открылся Центр технического обучения. Подробности в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У выпускников этого года сейчас очень ответственное время. Пора определиться с профилем и выбрать специальность перспективную, ну и по душе. Наш корреспондент Седа Каспарова побывала в приемных комиссиях Могилевских вузов и узнала, какой выбор профессии ждет абитуриента в этом году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомая дилемма. Сэкономить время, пойти в колледж и приобрести профессию, которая будет кормить или отдать пять лет своей жизни на получение заветного диплома о вышке. Вопрос открытый. Для начала о последних. Диплом о высшем образовании для многих все еще признак хорошего тона и продвижения по карьерной лестнице. И здесь, как в любой сфере, есть традиционно самые популярные профессии. Неизвестно, правда, будут ли они востребованы после выпуска. Есть мода на специальности, а потребные эти люди врешті-решт будут, ци не потребные на выпуску, про это почему-то никто не думает. Ну, как за учёды, экономисты у нас, журналісти. Модная застаётся юридичная профиля специальности. Ну, безумовно, специальности, связанные с замежными мовами. Найперше, нас сегодня шукают наставников математики и особливо в острая запотребованность в общей республиці наставников физики. Нажаль, физика у нас чомусь цяпынулася у провале. Чим потлумачить просто тяжко, минавито подрихтоваться наставницких кадров физиков. В Белорусско-Российском университете в этом году ждут более тысячи абитуриентов. Чтобы стабилизировать поток и не допустить перекосов, бюджетные места с одних специальностей перераспределили на другие. Например, с ПГС на автомобилестроение. Мы набираем в этом году 440 человек на бюджет Республики Беларусь, дневное отделение. И 80% заявок на этих людей, на этих абитуриентов предприятия уже подали. То есть они заинтересованы в выпускниках, которые будут через 5 лет. Студенты Дмитрия Михайловича второкурсники уверяют, что свою специальность выбрали не случайно. Встретимся через 3 года. Я решила поступать в университет еще в 10 классе. Это была моя цель поступить именно на наш факультет, так как это мужская специальность и всегда хочется чего-то необычного, интересного. У меня склад ума, что технолога. То есть я люблю больше физику, математику и все такое. Если я закончу еще вместе с этим экономически, я могу уже занимать более высокие должности. В Могилевском институте МВД в этом году ожидают повышенный приток абитуриентов. Один к десяти. Здесь, как и прежде, будут готовить правоведов и практикоориентированные милицейские специальности. А это единственный в стране вуз, где готовят специалистов пищевой промышленности. Кадры редкие. Позже мы встретим их в кафе, ресторанах. Они будут разрабатывать для нас рецепты отечественных блюд. Ценные спецы, которые даже булочки покупают с умом. Мы изначально смотрим на то, кто произвел товар и его состав. Так как после того, что ты на лабораторных работах узнаешь, состав очень важен, оказывается. Дайте пару дельных советов. Покупать все, где нет консервантов и красителей. И вообще за здоровое питание. Меня всегда волновали вопросы питания. Мне всегда эта тема была очень интересна и актуальна для меня. Поэтому я решила пойти сюда. В нашем университете продолжается уже третий год набор на такие сравнительно новые специальности, как информационная система в пищевой промышленности, природоохранная деятельность и экологический мониторинг. Эти специальности набирают свою популярность и берут своих абитуриентов. Кроме того, возобновился прием на специальность, которая была закрыта в последние годы. Это финансы и кредит в заочной форме обучения. Учащиеся Могилевского торгового колледжа потребкооперации решили не тратить время на академические часы и занялись делом. Кулинарным. Те, кто подошел после школы сразу на высшее образование, вот что они делают? Они им больше сидят за партой и пишут. А у нас, ну вот как бы обучение, именно упор делается на то, что те покажут. Вот, например, мы сейчас работаем, вот я на ГИПа, там кто-то еще на каких-то общественных питаниях. То есть мы же понимаем, как и что делать с работой. А не то, что законспектировали. Конечно, мы, может быть, будем понимать, когда пишем что-то. Но это не то. Более подготовленный будет человек, который уже чувствовал и вкушал плоды работы. На самом деле люди, ну, не только, например, отучились сегодня на повара и будут поварами. Можно в дальнейшем открывать свои индивидуальные предпринимательства, открывать кафе, свои заведения. Я планирую тоже так же пойти по программе индивидуального предпринимательства. А если работать поваром, например, в хорошем ресторане? Вот такой расклад. Ну, это, конечно, хорошо. Но всегда же приятнее работать на себя, чем на кого-то. Не боитесь разочароваться, что это будет совсем? А почему я должен разочароваться? Я сам выбрал и сам иду по тому пути, который я выбрал. А коллеги из экономического профтехколледжа в большинстве своем девушки выбрали сферу красоты. Вот уж правда, без работы остаться невозможно. Да и рассчитывают они не на родителей, а на самих себя. А кто был вашим первым подопытным? Наверное, мама. Ну, вообще, как бы я сама себе раньше стригла кончики. Один раз обрезала себе волосы, но потом пожалела. А для мамы что делали? Для мамы я просто обычную стрижку женскую выполняла. Маме понравилось? Да. Я учусь. Вы здесь учитесь? Да. Я уже третий курс, у нас, получается, две профессии. Первые два курса мы учились на сборщиков обуви, сейчас мы уже мастера по маникюру. Вам что больше нравится? Конечно, второе. Ну, можно открыть свое предприятие, делать парикмахерскую. Можно так, просто подружкам делать. Это несложно. Ты сама себе можешь что-нибудь сделать. Ты можешь делать своим близким. Ты делаешь мир красивым. Поэтому, как бы, ну, женщина всегда должна быть красивой. И поэтому парикмахер – это очень хорошая профессия, я считаю. Абитуриентам можно быть спокойными. На большую часть выпускников государственные предприятия уже дали добро, то есть предварительный госзаказ. Особенно это касается педагогических специальностей. На них план разработан аж до 2026 года. Осталось главное по окончании школы, будучи уже взрослыми ребятами, задаться, казалось бы, детским вопросом «Кем ты хочешь быть?» и ответить на него с пользой для себя. Первый тотальный диктант по русскому языку прошел в Белорусско-Российском университете. Студенты вузов, лицеев, гимназий, ну и просто желающие смогли показать свои знания русского языка. Самому старшему участнику диктанта было 68 лет, ну а самому младшему – 15. Кто-то пришел просто проверить себя, а кто-то хотел показать максимальный результат. Ну а самое главное, на тотальном диктанте у всех было хорошее настроение, никакого стресса. Так конечно, это же не республиканская олимпиада, где оценка это, считай, пропуск вуз. Вот там идет настоящая борьба. Какие результаты на олимпиадах показали ребята из нашего региона? Далее в сюжете. Учебник по химии – их настольная книга. Чтобы подготовиться к республиканской олимпиаде по любому предмету, нужно заниматься любимой наукой ежедневно. Школьной программы недостаточно. Требуются постоянные опыты, эксперименты и задания со звездочкой. Я победитель республиканской олимпиады по химии, у меня диплом третьей степени. Олимпиада по географии, соответственно, и поступать я хочу на географический факультет Белорусского государственного университета. Республиканская олимпиада по химии, диплом был второй степени. Я пока еще не призывался за будущей профессией. Все достойные соперники, у всех достаточно равная подготовка и здесь уже решают знания, я делаю. Я, к сожалению, не прошел на республику, у меня диплом третьей степени на областной олимпиаде. Лидерство в олимпийском рейтинге по-прежнему у лицеев и гимназий. Это и понятно. Здесь предметы изучают углубленно. Как итог, в первом областном и третьем областном лицеях в этом году по 9 дипломов на республиканской олимпиаде. Награда это не только учеников, но и учителей. Эту науку просто, я считаю, что надо поднимать в нашей стране и вводить на многие специальности. И тогда нашу страну будет прославлять еще больше не только спортсмены и политики, но и наши детки на международных олимпиадах различного уровня. Команда Могилевской области в республиканской предметной олимпиаде заняла четвертое место. Школьники региона получили 74 диплома. 10 из них в первой ступени. Самые лучшие у нас результаты в трудовом воспитании, испанском языке, химии и биологии. Кроме высоких баллов, школьники завоевывают льготы для поступления в ВУЗы. Для победителей республиканской олимпиады по профильным предметам имеет место в соответствии с правилами приема зачисление максимального балла по профильному предмету, если этот предмет является первым предметом вступительных испытаний. В этом году шансов на поступление может быть больше. Сроки приема документов в ВУЗы на бюджетное и платное обучение развели. На бюджет ждут с 8 по 14 июля, на платное со 2 по 4 августа. А при проведении дополнительного набора на свободные бюджетные места прием документов пройдет с 26 по 28 июля. Снизилось в прошлом году поступление по технологическому профилю, профилю машиностроения. Педагогические специальности не полностью укомплектованы по естественно-математическому профилю, физико-математика. Но я не думаю, что упал ребят интерес. Психологи советуют абитуриентам все же выбирать будущую профессию по душе или хотя бы по способностям. И не забывать про спрос на рынке труда. Например, в этом году набор на рабочие профессии увеличили. Миша, как же мне неохота учиться, когда за окном солнце, зелень, весна. Да уж, и сезон аттракционов еще открылся. Кстати, 14 мая в Могилевском парке аттракционов будет фестиваль красок Холли Фест. Я думаю, этот праздник просто невозможно не заметить. Настоящий взрыв красок. В Белорусско-Российском университете тоже недавно состоялось яркое событие. Во всяком случае, для науки. Там открыли центр технического обучения. И теперь инженеров там будут обучать самым современным технологиям. На открытии центра побывала и наш корреспондент Надежда Мешкевич. Центр технического обучения ХААС открылся в Белорусско-Российском университете. ХААС так называется американская фирма, которая поставила сюда два суперсовременных станка с числовым программным управлением. Этот центр создан, чтобы подготавливать инженеров высокого профиля в сфере металлообработки. Каких-то пару минут и деталь готова. Студенты сначала учатся разрабатывать эти детали на компьютере. Теперь они могут вытачивать их на этих высокотехнологичных станках. Цель ректората была создать условия для подготовки конкурентоспособных инженеров, которых мы выпускаем в области машиностроения. Универсальное оборудование позволяет будущим инженерам работать с любыми материалами, будь то алюминий, чугун или сталь. Конечно же, диапазон обрабатываемых деталей широкий. Это самые сложные поверхности, резьбовые поверхности. То есть, практически любую техническую задачу можно по металлообработке решить при помощи данного оборудования. На предприятиях в Беларуси работает более 400 станков ХААС. И этот обучающий центр второй в республике. На его открытие в Могилёв из Калифорнии приехал представитель образовательной программы Центров обучения студентов Саймон Ван Меккельберг. Цель нашей программы – дать возможность как можно большему количеству людей получить обучение на современных станках с ЧПУ и прийти на машиностроительные предприятия, хорошо подготовленными, чтобы работать на таком современном оборудовании. Такой центр станет ещё и производственной базой ВУЗа, где будут выпускать научно-техническое оборудование, востребованное за рубежом. Кроме того, работе на этих станках планируют обучать мастеров предприятий Могилёвской области. Специалисты говорят, в недалёком будущем такие станки, изготовленные по последнему слову техники, будут работать повсеместно. И потому учиться управлять ими надо уже сейчас. Всем привет! Я уже неоднократно рассказывала вам, как из того, что есть под рукой, можно сделать вещи красивые или полезные. А лучше всего – красивые и полезные. Сегодня у меня под рукой оказалась вот такая верёвка и такой клеевой пистолет. И мы сейчас увидим, что из этого может получиться. Для будущего изделия нам понадобится тканевая верёвка любого диаметра, термоклей, ножницы и основа. Она может быть как картонной, так и из пластика. Проще всего вырезать её из старой картонной коробки. Первым шагом приклеиваем верёвку к основе, начиная от угла. Клей наносим на основу тонким слоем. Кстати, в работе с термоклеем нужно быть очень осторожными. Температура в таких термопистолетах доходит до 90 градусов. Продолжаем подклеивать верёвку к основе. Количество оборотов зависит от диаметра верёвки и размера основы. Последний штрих – подклеиваем нужные элементы и обрезаем видимые остатки основы. Применений такому изделию можно найти много. Например, она станет хорошей подставкой под кухонную посуду или маленьким настенным органайзером. На нём с помощью иголочек можно разместить записи или даже маленькие фотографии. А на этом у нас всё. С вами была самая студенческая программа «Альма-Матер». Увидимся ровно через две недели на «Беларусь-4 Могилёв». И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Чао! О чём расскажем мы? У, и что покажем? Фотографируйте с логотипом «Беларусь-4 Могилёв» и выигрывайте призы! «Беларусь-4 Могилёв» и выигрывайте с логотипом «Беларусь-4 Могилёв» и выигрывайте вишнику «Беларусь-4 Могилёв» и выигрывайте с логотипом «Беларусь-4 Могилёв» и выигрывайте с логотипом «Беларусь-4 Могилёв».